Итак, очередная тренировка. Снова здравствуйте! Сегодня у нас будет спина-трицепс. Вот сейчас я предлагаю сделать широчайшие подтягивания широким хватом для большой круглой мышцы, а также широчайшей мышцы спины, бицепс, проферадиализ и так далее. Вот, я использую для облегчения упражнения, использую небольшую эластическую резину, которая позволит нам делать упражнения более подконтрольные и четко, без перегрузок. Потому что я вешу 90 кг, и для меня в чистой технике сейчас, на данный момент, делать подтягивания широким хватом чисто тяжело, я использую стретч-резину. Так, посмотрите, очень интересная штука, советую всем. Так, повторение будет 12-10-8-6. Четыре повторения широким хватом. Перекладину старательно тянуть прямо вот в переносице. То есть мы поднимаемся, и перекладина идет в переносицу. Не обязательно поднимать голову выше перекладины, там немножко работают другие группы мышц, хотя это упражнение тоже для спины. Но наша задача подтянуться и поднести перекладину прямо в переносицу. Окей, пауза. Поехали. Поехали. Чем хороша эластическая резина, тем, что когда подтягиваешься без резины, ощущение проработки вот всего этого отдела, и нет ощущения изоляции. На данной ситуации я чувствую, как у меня непосредственно вот здесь только одна мышца изолирована. Я прямо это чувствую. Только она работает. Поэтому очень внимательно надо относиться к этому, потому что если вы хотите проработать конкретный отдел, для того, чтобы потом проработать другую мышцу, и они чтобы были отдельно, но совместно в одной тренировке, нужно очень хорошо концентрироваться на самочувствии, на том, как вы чувствуете эту мышцу. Потому что иначе вы не проработаете. А так как мы работаем своим весом, для нас очень важно чувствовать мышцу. Окей? Итак, значит, что я хочу сказать. Некоторые советы для тех, кто хочет подтягиваться. Очень важно использовать правильный хват. Значит, не берите слишком широкий хват, чтобы движение не получалось вот таким коротким. Не берите слишком узкий хват, в результате которого угол 90 градусов будет гораздо меньше. Старайтесь взять 90 градусов и еще градусов на 10 шире. Хват, как правило, вот показываю близко в камеру, хват такой, можно сказать, замкокрюкообразный. То есть я не использую пятый палец. Это хорошо также для дзюдоистов, для людей, которые используют захваты, для штангистов и так далее. Это очень хороший хват. Поэтому, используя вот такой крюкообразный хват, существенно меняется вообще непосредственное взаимодействие самой кости и приведение, можно сказать, что плечо силы каким-то образом меняется. Не могу это объяснить физически. Но если я берусь вот таким образом или берусь вот таким, существенная разница в ощущениях. Поэтому советую всем потягиваться крюкообразным хватом. Вот сейчас я продемонстрирую.